Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Были опубликованы кадры съёмок якобы шоу «Вечерний Ургант». В гостях там сидит Филипп Киркоров, немного такая видоизменённая студия. Многие посчитали действительно, что он возвращается в эфир. Оказывается, это день рождения какого-то богатея в Арабских Эмиратах, в Дубае. И вот он решил себе на праздник подарить атмосферу вечернего Урганта. Там были Киркоров, Валя Карнавал, ну и как бы ведущим был Ургант. То есть, такая вот штука. СМИ пишут съёмки фальшивого вечернего Урганта. Ну, то есть, это не программа для телевидения, а кто-то вот решил такой себе сделать подарок. И всё дело в том, что Яна Поплавская тоже сообщала о возвращении вечернего Урганта. Очень жёстко высказалась на эту тему. Я с ней практически всегда согласен, поддерживаю её. Очень чёткие и точные формулировки всегда она выбирает без воды. И вот что пишут СМИ по этому поводу. Дело всё в том, что Ургант очень дерзко ответил ей на слова о его программе. Значит, слухи о возвращении вечернего Урганта ходят уже не первый месяц. Некоторые источники называли даже конкретные даты выхода шоу, которые каждый раз переносились. Поэтому поклонники, увидев в соцсетях кадры обновлённых декораций и Филиппа Киркорова, дающего интервью Урганту, воодушевились. Но сам Иван опроверг информацию о съёмках нового сезона, при этом подчеркнул, проект обязательно вернётся. Это будет ещё одним видео. Вот что он написал. То, что опубликовали некоторые телеграм-каналы, является съёмкой неизвестного происхождения. Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно не похожим на Киркорова. Шутит. Могу подтвердить, что когда завершится перерыв, мы с радостью ждём в студии Филиппа и Валентину. Как только будет понятна дата выхода передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию в телеграм-канале Яны Поплавской. Ну, то есть, он как бы шутит над ней, что она опубликовала какие-то данные и сразу высмеивает её, что она публикует непроверенную информацию. И, значит, информацию о выпуске программы, которая с его точки зрения обязательно выйдет, они опубликуют в телеграм-канале Яны Поплавской. Друзья, дело всё в том, что с моей точки зрения это, конечно, неслыханная дерзость абсолютно. И он тут дерзил уже и депутату Государственной Думы. То есть, человек реально считает, что он просто вот обладает каким-то исключительным чувством юмора и может вот таким путём отвечать очень уважаемым людям. Я не считаю его юмористом, не считаю, что он обладает каким-то исключительным чувством юмора. Считаю, что у нас в стране огромное количество людей более юморных, не относящихся вообще никак к телевидению. Поэтому, ну, здесь нечего сказать, мне кажется, всё и так понятно. Его почему-то тянут просто за уши везде, абсолютнейшим образом. Друзья, что думаете на сей счёт? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал. Он тоже называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.